Первенство Московской области по спортивной акробатике собрало в подмосковном Звенигороде свыше 300 юных дарований. В этот раз наряду с акробатической династией Гургенидзе, представляющей Одинцовский район, своих спортсменов выставили тренеры из Домодедова, Ивантеевки, Химок и Мытищ. Весьма представительной была Звенигородская команда, подготовкой которой занимается заслуженный тренер России, многократный чемпион мира и Европы Ревас Гургенидзе. Костяк национальная команда, скажем так, сборная команда России, поэтому, в принципе, этот турнир не может быть априори слабым. Поэтому очень радует количество участников, то, что мы с каждым годом растем, к нам присоединяются все новые и новые города, то есть Химки, Мытища, Ивандеевка, Домодедова, поэтому как бы все интереснее и интереснее становится. И люди учатся, смотрят друг на друга, и хочется отметить, что в этом году очень много взрослых составов. В судейской бригаде действующие чемпионы Европы и победители первых европейских игр Георгий Патарайя и Мария Чернова. Среди участников первенства – дебютанты, девочки и мальчики, которые впервые выходят на соревновательный помост. Акробаты, упорно тренировавшиеся с начала учебного года, получили возможность почувствовать накал состязаний и ощутить себя настоящими спортсменами. В стремлении победить новички не уступали своим старшим коллегам. Мне кажется, первое место 100% – это или Варя, или кто-то еще. Мне кажется, мы выступили нормально, очень понравилось. Да, я тоже думаю, хорошо. Все работы, которые мы хотели сделать, в принципе, выполнили хорошо. Первенство Московской области уверенно соседствует с чемпионатом. Совсем скоро на помосте появятся действующие чемпионы и призеры недавнего первенства Европы, где сборная команда Московской области, составляющая основу сборной команды России, сумела завоевать максимально возможное количество наград. Уровень соревнований поднялся по сравнению с предыдущими годами. Поэтому я считаю это отличным шагом в дальнейшем организовывать все более крупные и крупные старты. В чем наше преимущество и почему мы опережаем остальные регионы Российской Федерации, да и вообще в мире, потому что вот наша школа на прошедшем чемпионате Европы принесла самое большое количество медалей. Мы даже, видите, как говорим, мы говорим «наша школа», мы не говорим «наш город», понимаете? Потому что нет-нет, в каком-то составе, в какой-нибудь женской группе или мужской группе выпадает один, допустим, человек, да? И что делать? Чем привозить из другого города? Мы просто как бы тренеры, скажем так, создают, миксуют составы и получаются, скажем так, претенденты, опять же, на ведущие места. То есть поэтому место остается занятым. Миксовать составы, открывать новые имена, в умении делать правильный выбор перед ответственным турниром тренером Гургенидзе не занимать. Спортивная акробатика укрепляется с каждым годом. Желающим освоить этот непростой, но зрелищный вид спорта становится все больше. Тем более, когда у спортсменов появился реальный шанс заявить о себе в ближайшем будущем на Олимпиаде. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.